всем привет сегодня необычный выпуск мы сегодня будем говорить не о недвижимости а о районах пхукета а точнее о его основных пляжах специально для этого ролика мы сняли вот такой танк 60-х годов для того чтобы передать вам атмосферу тропиков и атмосферу этого острова более того для всех наших покупателей кто приобретает недвижимость на пхукете мы будем давать вот авто в подарок на 10 дней также если я уже начал говорить о бонусах хочу сказать что со многими застройщиками мы договорились о компенсации авиабилетов для наших покупателей то есть при приобретении недвижимости в том или ином проекте ряд застройщиков будет компенсировать вам перелет москва бангкок москва итак мы сейчас находимся на самой южной части острова возле пляжа найхарн на смотровой площадке с ветряными мельницами поэтому первый пляж с которого начнем знакомиться называется найхарн ну что погнали найхарн это самый южный пляж он находится дальше всех от аэропорта пхукета здесь у нас есть два проекта это relive и проекты от компании utopia это полутора километровая зона здесь из инфраструктуры есть все что необходимо для проживания либо отдыха и магазины и рестораны и обменники отделения банков и аренда водного какого-то транспорта инвентаря там детских надувных кругов и прочего в общем все вообще что только можно найти в таиланде есть на этом пляже поэтому очень клёвое место для отдыха атмосфера конечно от вождения просто непередаваемая я первый раз виду подобный автомобиль скажу так то что здесь нету супер комфорта как в мерседесе она здесь непередаваемое ощущение единства с природой здесь аэродинамика так выстроена что здесь воздух дует со всех сторон вентиляция отличная ты вот прям чувствуешь себя каким-то героем из фильмов про тропики про джунгли едешь вдоль моря где обращают внимание мотор рычит руль прям такой жесткий хотя есть гидроусилитель но в общем это не передать словами это реально нужно приехать и прокатиться на этом автомобиле чувствуешься королем дороги и вообще пхукет да и в принципе весь таиланд это как раз та страна где автомобили без крыши актуальные практически круглый год когда бы ты не приехал здесь всегда можно прокатиться на подобном автомобиле и это просто незабываемо смотрите кстати как дверь открывается вы думаете есть замок изнутри нет снаружи ребят вот они те моменты ради которых стоит брать такую машину в аренду открытая крыша поток воздуха и океан здесь же возле пляжа на их арм мы нашли слоновую ферму здесь живут слоны и обезьяны также здесь можно снять в аренду квадроцикл и прокатиться на полете гиббона это очень популярная экскурсия в таиланде это когда вас цепляют к тросу и вы летите прямо по джунглям как настоящий гиббон не удержались мы решили покормить этого малыша привет дамбу вообще как-то я слышал от знакомых что если слон машут ушами значит он счастлив and how his name may say may say this is a girl эту девочку зовут место и ей целых пять лет но по факту это малыш наша следующая остановка это пляж кота в моем понимании это самое туристическое место на пукете причем именно на туриста на семейного потому что здесь вся пляжная улица она застроена магазинами ресторанами отели один на другом стоят то есть и кухня причем разная есть русская украинская тайская итальянская в общем на любой вкус здесь прям такой пляжный отдых чувствуется что ты реально находишься на курорте до потонга здесь ну минут на 25 на автомобиле ехать и пляж очень красивый полтора километра примерно протяженностью и здесь самом начале пляжа есть очень клевое место которое называется серф-хаус где можно поучиться покататься на серфе но не в открытом море а здесь под присмотром профессионалов все следующая наша остановка корон пока мы еще едем по пляжу кота вот то о чем я говорил то есть вся пляжная линия на ней вообще нету свободного места все застроено вот пожалуйста русский ресторан тайская кухня магазины обменники экскурсии все что вообще пользовалась просто в течение там 25 лет в таиланде все есть на пляже кота для семейного отдыха отличное место и так мы приехали на корон он чуть ближе к основному пляжу пхукета патонг лично мне этот пляж нравится с точки зрения местоположения то есть если ты хочешь поехать в клубы бары повеселиться потусить в центр на бангло роуд на патонг то с корона добраться оттуда буквально 10-15 минут но отличие основное корона в том что здесь в принципе такой же как и потом очень широкий пляж здесь 4 километра его пляжная линия но здесь чистое море и здесь всегда большая волна то есть мне очень нравится отдыхать на море с волнами и корон меня более чем устраивает также здесь в начале пляжа стоит много волейбольных сеток народ постоянно играет волейбол из инфраструктуры для туристов тоже есть абсолютно все и магазины и аптеки и рестораны и аренда водного транспорта и парашюты в общем опять же очень похож пляж на кату но он просто больше но по инфраструктуре есть все что только наверно может потребоваться по поводу недвижимости здесь очень много отелей есть и недорогие а есть и хорошие пятизвездочные сети такие как мувин пик и хилтон из недвижимости здесь есть два очень интересных проекта это хукет энкор который находится на горе в 600 метрах от пляжа и утопия корон тоже находится рядом с проектом анкора и на второй линии не стесняйтесь заходите на наш канал смотрите ролики про эти проекты мы тоже старались снимали целыми днями специально для вас мы кстати сейчас приехали тоже остались на короне на 1 пляжной линии у нас недорогой отель был в районе 1400 бат а это уже завтраками на двоих но мы живем вот 20 метров от моря в общем корон отличное место для отдыха опять же для семейного единственный минус корона каты ну и возможно на их арно а это то что после 11 часов практически все заведения здесь закрыты если вы вдруг проголодались ближе к ночи то покушать здесь будет найти сложно только наверное если шаурму на улице купить мы когда готовили это видео сценарий к нему мы читали очень много в интернете информацию о пляжах и практически на всех сайтах про каждый пляж пишет ката лучший пляж пакета следующий сайт открываешь корон лучший пляж пакета на их арн и так про каждый пляж я не знаю как можно делать обзор пляжу потому что на пакете куда бы ты ни приехал всегда будет красивый песок всегда будет хорошая красивая вода чистая но я просто могу сказать что на на короне есть как и пологий спуск в воду он как правило помечается флажками своим хиро ну то есть купаться здесь как правило такие флажки ставят где спуск идет ровный но также есть и крутой спуск в море все мы продолжаем двигаться на север по западному побережью следующий пляж это потом центральный пляж пакета погнали вообще когда ездим на такой машине не хватает чтобы сзади стоял доска для серфа и хочется отрастить себе длинные белые волосы чтобы они такие были волнистые взять доску и оседлать волну но я не умею кататься на серфе но все мы добрались до сердца пакета это основная набережная это пляж потомк если верить тому что написано в интернете то это название переводится как банановый лес застрой он банана застроена здесь абсолютно все магазины и рестораны продажа аптечных каких-то препаратов тапки и сланцы плавки в общем все что только может вам прийти в голову здесь можно купить а вот сейчас справа bangla road пожалуйста это может сказать колыбель колыбель ночной жизни и развлечений на пхукете здесь есть клубы бары все они работают 24 часа в сутки эта улица является пешей после 6 часов вечера это также как фатай волкин стрит вообще если по правильному сказать то это называется bangla walking street так что здесь развлечения идут 24 на 7 7 дней в неделю 365 а то и 366 дней в году вот чем мне больше всего нравится потомк то что у меня часто бывает что в 11 12 часов пробивает на покушать и здесь очень много заведений которые работают для часу до двух ночи всегда можно найти что-то съесть по поводу пляжного отдыха наверное не то место чтобы приехать семьей но если молодая пара либо молодые там мальчики девочки приехали своей компании отдохнуть потомк отличное место до ближайших пляжей можно добраться с помощью такси но все клубы кафе бары здесь в изобилии поэтому если вы приехали потусить то потомк лучшее место на пхукете чтобы вы понимали сейчас буду просто читать все вывески подряд которые вижу чтобы вы понимали какое изобилие всего на пхукете и так chiefs number one ресторан какой-то ресторан аптека отель туры ну то есть экскурсии продают татуировки у меня есть экскурсии у николая но у николая то не грех экскурсии не взять а из крем жареная слева торговцы ходят что-то продают мороженое курицу в общем здесь все что только может прийти в голову можно купить следующая наша остановка это пляж камала мы двигаемся на север у острова двухкилометровая пляжная линия развитая инфраструктура из проектов здесь есть очень шикарные виллы монт азор и есть проект гранд гималайи тоже можете посмотреть видео у нас на канале вообще камала проект точнее район не совсем обычный здесь есть так называемая мили миллионеров где находится самая дорогая недвижимость здесь есть виллы по 300 по 500 а есть даже по 700 миллионов под полтора миллиарда рублей за виллу и это все на пляже камала пока мы стоим на светофоре я бы хотел дать полезный совет для всех приезжающих особенно те кто первый раз на пхукете либо вообще в таиланде пользуйтесь кремами от загара как вы заметили я поменял одежду убрал футболку потому что всего солнце вышло на полчаса и за полчаса ощущение что я сгорел до костей несмотря на то что я здесь живу в таиланде и я в принципе привыкший к подобному климату но для кожи полчаса 40 минут при такой жаре при таком солнце очень опасно поэтому те кто приезжает отдыхать не торопитесь вы успеете загореть не нужно в первый день бежать на море и сидеть там часами это очень опасно буду модный ведущий мы сейчас едем по второй линии пляжа камала а здесь вон все и кафе и рестораны все-все-все пляжная линия она практически не застроена просто идет береговая полоса в правой части а в левой части этой бухты есть та самая миля миллионеров где все эти дорогущие виллы и находятся сейчас проедемся по ней вот все виллы которые находятся справа от нас у них стоимость примерно от 80 от 85 до 150 миллионов бат слева находится отель и на крыше его есть ресторан который называется ванилла sky опять же мы когда снимали проект гран гималай заезжали в него очень красивые виды оттуда так прямой вид на море идет а вот кстати территория и самого проекта гран гималай начинается вот сейчас мы проехали отель андара а чуть выше поднимемся и там будет их вилловый поселок вот беллы там продаются от 200 до 300 350 миллионов бат то есть вы представляете да какой-то районы какие здесь могут быть соседи за счет того чтобы хукет гористый остров здесь очень много смотровых площадок и просто потрясающий вид на море на скалы на сам остров и вот одна из этих смотровых площадок она находится между сурином и камала народ сюда приходит по фотографироваться сзади у ребят романтик не будем мешать чуть-чуть постимаем как называется этот я не знаю потому что таких на пукете много каких-то маленьких бухт укромных мы с вами сегодня катаемся по основным пляжем где есть инфраструктура где строятся проекты либо есть отели но таких на пукете наверное еще наберется десяток я не знаю почему но из всех пляжей фукета я больше всего полюбил сурин он находится севернее пляжа камала севернее патонга занимает он по площади чуть более одного километра это тихое спокойное место которое не застроено ресторанами кафе или барами как вы видите здесь даже нету платных шезлонгов которые есть на пляжах как кота корон или потом здесь прям дикая природа спуск в море крутой волны большие у моря продают фрукты шашлычки и кокосы но если отъехать 800 900 метров от пляжной линии то здесь и магазины и рестораны очень много недвижимости из проектов здесь есть сурин сенс пальмира понора даймонд кондо ботаника лакшери виллас все это можно найти у нас на канале также на горе которая находится рядышком с этим пляжем есть самый дорогой отель пукета который называется аман пури в общем из недвижимости здесь есть что выбрать есть где остановиться есть вся необходимая инфраструктура но пляж по крайней мере мой самый любимый так наша следующая остановка банктау погнали мы добрались до банктау это наверное второй по протяженности пляж на пукете после пляжа майкхау он длиной примерно 8 километров если говорить о пляжной линии его южная часть она более застроена здесь очень много ресторанов на пляже стоят шезлонги зонтики на южной части также расположен самый лучший ресторан таиланда ну по крайней мере в прошлом году его таковым назвали это ресторан palm seaside северная часть ее называют еще пляж лаян но по факту это все одна бухта которая называется банктау северная часть менее застроена она более уединенная более тихая и спокойная нежели южная если говорить о центральной части банктау то конечно там есть огромный комплекс который называется лагуна это как город в городе там есть и кондоминиумы шикарные виллы ну и принципе можно на любой бюджет там подобрать себе жилье также по инфраструктуре в южной части есть гипермаркет теска лотос возле лагуны есть вилла маркет ну то есть это абсолютно обжитой на сегодняшний день уже район где есть все необходимое от ресторанов до аренды транспорта байков и прочего пиковый сезон то есть ноября по конец марта когда погода в таиланде стабильно море также ведется спокойно здесь не будет таких волн как сейчас вопрос приехали летом когда идут максимальные приливы и отливы центральной части банктау есть конный клуб он расположен рядом со входом в комплекс лагуна туда можете прийти взять лошадку и покататься вдоль моря заказать оконный тур также если говорить о недвижимости хотелось бы напомнить что именно здесь в районе банктау начал свое строительство еще один проект от застройщика new nordy group но эта тема очень емко и мы не будем осени раскрывать у нас много информации по поводу этого застройщика на нашем сайте с банктау все следующая остановка майкал поехали ну что мы добрались до нашей крайней точки на сегодня это пляж майкхао самый длинный на пхукете 11 километров его протяженность он начинается от района на янг идет до самого севера острова до моста сарасин это тот мост который соединяет остров пхукет и сам таиланд там начинается провинция панг на на мой взгляд это самый необычный и самый колоритный пляж пхукета это лучшее место на пхукете для аутентичного отдыха на расстоянии мне кажется на расстоянии выстрела нет ни одного человека здесь нету толп туристов шума здесь нету шезлонгов северная часть острова она застроена вообще минимально здесь буквально пара отелей причем ну очень таких солидных это мариотт и holiday in из того что еще вспомнил причем с мариоттом свя у меня связывается сейчас очень клевая ассоциация раньше еще там 10-15 лет назад когда на майкхау не было ничего когда здесь только тайцы жили сюда приплывали большие черепахи откладывали здесь яйца и здесь был национальный заповедник но сейчас здесь развивается строительство развивается инфраструктура черепахи перестали сюда приплывать но здесь осталось черепашьи фермы где разводят черепах помогают им выбираться потом из яиц и каждый санкран то есть каждый тайский новый год 12 апреля возле отеля мариотт выпускают маленьких черепах в море и я не знаю птицы встают на крыло черепахи что если вы знаете что делать черепахи напишите в комментарии вообще если вбить название майкхау пакет то первое что вы увидите в интернете это люк как люди прыгают и ловят самолеты вот там по прямой буквально восемь восемь с половиной километров и будет начинаться территория аэропорта пакета и самолеты особенно когда ясно заходят на посадку они пролетают над уровнем моря может быть 50 55 метров и люди приходят для того чтобы сфотографироваться попрыгать у этих самолетов есть даже целая экскурсия когда вас привозят организовывать трансфер до пляжа майкхау для того чтобы приехали сняли памятные фотографии либо видео также на майкхау есть знаменитый на весь таиланд гольф поле который называется blue каньон здесь даже международные соревнования по гольфу проводятся из недвижимости здесь есть очень интересный недорогой проект это майкхау бич кондо отель кстати парень который там работает сергей сергей привет если ты смотришь то ты должен знать что ты запомнился мне как человек который рассказал что все озера которые есть на пхукете практически все это бывшие оловянные руды особенно если мы говорим про район банктау район лагуна все то что сейчас представляет собой красивые озера когда-то это были места где вырывали почву и добывали олово раньше оказывается на пхукете практически все олово которое было в таиланде вывозили отсюда и добывали его здесь еще майкхау интересен тем что он проходит по территории национального парка серената громаднейший просто национальный заповедник где водятся редкие виды птиц варанов есть даже буйволы мы на предыдущих видео снимали вот мы сейчас пока стояли здесь пролетала какая-то огромная птица я подумал что это птеродактиль последний я не знаю что за птица но выглядело просто огромно также здесь на майкхау есть единственное на остров пукет аквапарк вот ну все день заканчивается мы проехали с вами все западное побережье пукета на восточном пляже они не предназначены для купания там идут пирсы и рыбацкие деревни но все основные мы с вами проехали вообще лично мне было очень сложно сравнивать пляжи они были типовые что ката что корон они все по своей сути похожи но от майкхау я согласен это совсем совсем другой отдых совсем другая природа вообще я считаю что таиланде самые лучшие пляжи может быть кто-то скажет что вот лучше на гавайях либо там на сейшелах мальдивах но ребят нужно понимать что путевка на гавайи либо на мальдивы стоит совсем других денег по факту на пукет либо в паттайю съездить можно и за 50 и за 60 тысяч рублей и получите при этом неплохой сервис поэтому приезжайте в таиланд здесь просто бесконечное множество красивых мест которые вы обязаны посетить она сегодня с вами прощаюсь надеюсь сегодняшний выпуск вам понравился не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки и следить за обновлениями всем пока